всем привет меня зовут ирина сегодня будет видео на вязальную тематику сразу же приношу извинения за посторонние звуки у меня тут товарищ решил себя в порядок привести но другой возможности у меня может и не быть для съемки видео поэтому надеюсь все получится нормально и вам это не будет сильно мешать если отдыхаешь давай ты чистый все так связался у меня вот такой вот берет я хочу его вам показать потому что собираюсь отправить его почтой этот берет вязался в подарок моей свекрови в компанию к треугольной шали харуни который я вязала для нее же из этой же пряжи и это пряжа 78 по моему процентов 78 или 72 процента я к и 22 или 28 процентов шелка но я думаю это не столь принципиально здесь 1600 метров 100 граммах ниточка такая довольно тоненькая и вязала я на четверки в 6 нитей в 6 сложений неудобно вязать соглашусь с ириной лазукин мне тоже не очень нравится вязать из одного мотка в 3 нити ну как бы когда нет другого варианта то конечно же это прекрасный способ но все-таки вязать вот так вот размотать на моточки и вязать по две ниточки изнутри и снаружи гораздо удобнее таким образом я размотала остаток который у меня был на три клубка и вязала вот уже из трех клубочков две нити вязала в несколько заходов с нескольких попыток потому что изначально я не могла найти мастер-класс хороший на вот такой берет без видимых клиньев потом я такие нашла такой берет из кауни но все-таки смущала смущали меня там некоторые моменты и в итоге мне почти весь посчастливилось я нашла мастер-класс на просторах инстаграма и обязательно ссылочку на этот мастер-класс оставлю очень хороший мастер-класс на берет без видимых прибавок обычный простой берет там есть ну как бы вариант начала вязания вот этой кромки вы можете ее сделать руки поцарапанные видите какой у нас кот нехороший вы можете сделать либо так как я и как там указано гладью с подгибом таким вот это набирается набирается петли с открытым наборным краем либо просто резиночкой оформить то есть начало вы можете оформлять как угодно вот такой берет у меня связался как вы видите прибавки конечно убавки вернее здесь конечно же виды но они не образуют явные такие клинья то есть они достаточно равномерно распределены по всей макушке ну что вам рассказать после того как я его связала он у меня был 29 сантиметров в диаметре конечно это такое взлетная площадка еще и еще то было большой он был я может быть вставлю вам фото где я сделаю как бы вид до на голове и после у меня есть парочка фото где я фотографировала после стирки руками этот берет он все-таки был великого тонкой был более воздушные более свободные на голове то я решила его постирать в машинке стиральной на 40 градусах 15 минут ну то есть в обычном самом режиме затем еще и просушила его в сушильной машине и он стал просто идеальным все петельки разбухли разровнялись пряжа как слегка подвалялась размеры естественно немножко уменьшились то есть если большой вот этот размер диаметр он был 29 сантиметров то сейчас где-то 26 и 4 то есть берет подсел и сейчас он сидит на голове вот идеально то есть он такой вот именно по головке нигде ничего не жмет на ничего там не спадает вот бери этом я осталась очень довольна ну что вам еще рассказать вес его я вам напишу на экране не взвешивала вот это вот остаток мои после шали и этой этого берета настолько пряжи мне осталось я думаю что ее я буду пускать на внутренний слой шапочек скорее всего для дочери вот пряжа очень мягкое приятное ну вот ну вот вы видите как смотрится пряжа и полотно вблизи мне нравится очень надеюсь что понравится и моей свекрови понятно что если вдруг не понравится то она не обязана ее носить его вернее этот перед носить любой ценой но все-таки надеюсь что все будет окей кончики очень хорошо подвалялись я их просто по срезала ну понятно что перед этим закрепляла перед стиркой вот в общем то я думаю что больше рассказывать и нечего про этот бред ну собственно по этому берет у меня все сейчас я планирую вязать шапочку из вот такой вот пряжи она вот действительно вот такая черно-синяя то сейчас цвет передается правильно не думайте что это засвечивается моточек этот она вся конечно же в йосиной шерсти вот так вот видно сейчас я пройдусь по ней после того как сниму видео липкой липучкой липким роликом и размотаю на два или три моточка делаю сделаю я это для того чтобы вязать шапочку еще не знаю мужскую или женскую хочу все-таки мужскую шапку связать скорее всего минимум в четыре нити чтобы недолго сидеть и ковырять ее а может быть и в пять нитей в 5 наверное было бы идеально здесь насколько я помню полторы тысячи метров на 100 граммов это заинья баруфа я вам наверное состав все-таки напишу на экране почему потому что я не помню какой точно здесь процент мериноса и кашемира это меринос с кашемиром по моему это баба артикул 70 на 30 70 мериноса но я могу ошибаться ниточка пряжа очень классная она после стирки я вот такой микрообразец вязала вы видите насколько он распушился какой он стал вообще волшебный здесь резинка один на один и просто лицевая гладь ну вот изнаночная гладь меринос меринос здесь скорее всего из джелонгов то есть таковой который распушается после стирки и сцепляется хорошо потому что вот даже здесь три ниточки у меня я вязала из бобинки 1 вот в 3 нити через петлю они прям спаялись почти плюс здесь еще кашемир и все это выпускает такой пушок приятный очень мягкая нитка вот кто не может себе позволить чистый кашемир смело покупайте смело покупайте мерино с кашемиром именно вот этот артикул баба от заня баруфа он очень хорош он шикарен я бы сказала при этом очень бюджетный то есть но у нас в украине наверное я вам тоже напишу более приближенную к реальности цену но мне кажется что где-то в районе 100 гривен может быть 90 может быть 120 вот где-то так ну пускай будет 110 до гривен но как по мне это цена это за 100 граммов то есть ну это почти как какая-то турецкая пряжа зато здесь шикарный такой королевский состав вот ну что наверное больше болтать не буду лучше я потрачу это время на размот на бобинки ой ну на моточки и начну вязать скорее всего не скорее всего это будет точно двойная шапка но скорее всего это будет шапочка с небольшой резинкой 11 и дальше лицевая гладь я думаю так ну а сейчас я с вами буду прощаться спасибо вам большое за внимание к сожалению как вы видите результаты у меня вязальные небольшие очень даже скромные но честно говоря мне сейчас вязать просто некогда вот если попадают вот такая минутка как сейчас это это огромное счастье я скажем так и этому рада всему свое время вот ну а мы с йосей с вами прощаемся есть мы ему на днях сделали операцию стерилизовали его ну кастрировали вот сейчас у нас парень на реабилитации вот такие вот дела всем всего доброго и до скорых встреч пока пока